Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, так как на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «Про что нужно знать, выбирая поддержанный автомобиль» это машина японского автопроизводителя, крайне популярная, в том числе и на вторичном рынке. Одно название этого автомобиля способно привести в ужас любителя и поклонника настоящих американских V8, но для всех остальных, особенно для людей, ценящих автомобили практичность и безотказность, Toyota Prius будет выглядеть весьма интересным вариантом. Встречайте, 30-й кузов, третье поколение. Toyota Prius в кузове XV30 выпускался с 2009 по 2015 год. В 2011 автомобиль прошел через рестайлинг. У этой машины был всего один-единственный вариант исполнения в плане кузова, только лифтбэк. Также эта машина не могла похвастаться разнообразием силовой установки. Под капотом данного автомобиля прописалась гибридная установка, бензиновая часть которой выдает 99 лошадиных сил и имеет объем 1,8 литра. Привод же у Prius был только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр это Dory Style, 2009 года выпуска. Эта машина заехала на территорию Российской Федерации в 2013 году с пробегом 93 тысячи километров. И после 9 лет эксплуатации пробег на приборке составляет 206 тысяч. Первый момент, про который мы традиционно говорим в начале обзора, это кузов автомобиля. В данном случае толщина лакокрасочного покрытия в стандарте для Toyota Prius будет, как и для любой другой Toyota, лежать в диапазоне от 90 до 140 микрон. Качество лакокрасочного покрытия весьма неплохое. Нельзя сказать, что покраска у Prius чрезмерно нежная, но тем не менее в процессе эксплуатации и с убегающими под колеса сотнями тысяч километров пробега эти автомобили, как и любые другие, обрастают сколами. Рыжить сколы особо не торопятся, но тем не менее в случае, если вы поймали скол до металла, лучше его своевременно обработать. Хотя в целом по статистике Toyota Prius в 30-м кузове по части коррозии держится молодцом. Даже в регионах, где используется большое количество антигололедных реагентов, эти автомобили демонстрируют как максимум поверхностный налет по днищу. И каких-либо особых мест, откуда коррозия начинается и получает свое развитие на данных машинах, не встречается. Так что по большому счету вся ржавчина на 30-х Prius концентрируется в районе деталей ходовой части. Возможно рычаги, тормозные суппорта, теплозащитные экраны и так далее. В случае, если вы смотрите Prius, привезенный из региона, где, скажем так, с коррозией все неблагополучно, особое внимание обратите на то, чтобы у вас не были изъедены ржавчиной трубка заливной горловины бензобака и ей сопутствующие. Вот эти моменты, да, встречаются, но, повторимся, по части кузова 30-ка держится молодцом. И даже возрастные экземпляры не особо торопятся рыжить. Ну а теперь поговорим про начинку подкапотного пространства Toyota Prius в 30-м кузове. В данном случае у нас гибридная силовая установка, то есть бензин-электрическая. За бензиновую часть непосредственно здесь отвечает двигатель, который носит индекс 2ZRFXE. Этот мотор представляет собой по конфигурации рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. Все это дело накрыто головкой блока с двумя распредвалами, системой ВВТИ и гидрокомпенсаторами, поэтому заниматься регулировкой клапанных зазоров на этих агрегатах вам не придется. В качестве привода ГРМ в данном случае используется цепь, чей ресурс также вполне-вполне достойный. Как и вся силовая установка, эти цепи выхаживают под 300 тысяч километров пробега. И крайне редко можно встретить информацию о том, что кто-то из владельцев Prius на эту самую замену цепи попал. Как следует из суффикса названия данного двигателя FXE, эта силовая установка адаптирована для работы в составе гибрида. Отличие версии адаптированной для работы в составе гибрида от обычного бензинового 2ZR, например, в том, что в данном случае у вас не будет проблем с каким-либо навесным оборудованием, с приводными ремнями и так далее, поскольку никаких приводных ремней здесь нет. Компрессор кондиционера электрический, система усилителя руля на Prius электро, соответственно, никаких гидроусилителей здесь тоже нет и приводить от шкива здесь нечего. Это же касается и насоса системы охлаждения. Кроме того, данная силовая установка работает по циклу Аткинсона, а не по циклу Отто. Если вкратце, что такое цикл Аткинсона или Отто, все вы знаете, что бензиновый двигатель имеет 4 такта работы. Это впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. В данном конкретном случае тактов также 4, но вот длина этих самых тактов существенно отличается. На цикле Аткинсона первые 2 короче, последующие 2 намного длиннее. За счет такого изменения относительно цикла Отто достигается более полное использование энергии сжигаемого топлива, что, соответственно, выражается и в экономичности. Но у цикла Аткинсона есть пара недочетов. Такие двигатели очень неустойчиво работают на режиме холостого хода. И чтобы его запустить, мотор нужно раскрутить также до достаточно больших значений, порядка 1000 оборотов в минуту. Соответственно, использовать цикл Аткинсона для работы вне состава гибрида достаточно проблематично. Вопросы по стабильности работы. Но гибридная установка в данном случае нивелирует все эти моменты. Не углубляясь в технические детали, цикл Аткинсона позволяет данному мотору работать более эффективно, тратить меньше топлива, а также избегать самого вредного для режима работы любого бензинового двигателя холостого хода. На Prius ваш бензиновый двигатель всегда будет работать с полезной нагрузкой, вне зависимости от того, в каком режиме вы двигаетесь. Если говорить про какие-либо характерные проблемы именно для версии 2ZR FXE, то, пожалуй, выделить-то их особо и не получится. Единственный момент, а специфика режимов работы данной силовой установки иногда приводит к тому, что у некоторых владельцев Prius'а на пробегах уже свыше 100 тысяч километров начинает наблюдаться повышенный расход масла на угар. Вполне возможно, причиной этому является банальное закоксовывание маслосъемных колец. И в некоторых случаях раскоксовка способна эту ситуацию поправить. Кроме того, в процессе эксплуатации Prius'а вам придется, само собой, менять периодически и свечи зажигания. Но, по большому счету, этим и ограничиться. Однако, реальный же ресурс этой силовой установки весьма немаленький. Эти двигатели способны отходить за 300 тысяч километров пробега. Ну а в случае, если страшное все-таки произошло и ваш бензиновый агрегат на Prius'е приказал долго жить, то проблем с поиском контрактного агрегата, в том числе и с минимальным пробегом, не будет никаких. Поскольку, помимо того, что сама Toyota Prius является глобальной моделью, разошедшейся по миру в огромных тиражах, эта же силовая установка устанавливалась и в прочие модели компании. Соответственно, вы можете купить этот двигатель из состава гибридной установки, например, Toyota Noa, который также разошелся по Японии большим тиражом. В общем, проблем с поиском контрактных агрегатов на Prius'е бояться точно не стоит. Ну а чтобы не доводить дело до замены мотора, время от времени нужно выгуливать Prius, в том числе и в трассовых условиях, когда бензиновый двигатель будет продолжительное время работать на стабильных оборотах, а также следить за системой охлаждения, как бензинового двигателя, так и за системой охлаждения инвертора. Кстати, контуров с антифризом на этих автомобилях два. Один отвечает за, собственно, бензиновый двигатель, а второй ответственен за охлаждение инвертора. Инвертор – это сердце всей гибридной установки Prius'а. Именно этот узел отвечает за распределение всех потоков электроэнергии по автомобилю. Упрощенно можно сказать, что этот узел представляет собой высоковольтный трансформатор, и греется он достаточно сильно в процессе работы, соответственно, имеет жидкостный контур охлаждения. Циркуляцию рабочей жидкости обеспечивает отдельная помпа, и вот за состоянием этой самой помпы нужно поглядывать. Стандартная рекомендация для Prius'оводов – поменять ее где-то на пробеге в районе 140-150 тысяч километров. От греха подальше. Поскольку при ее отказе, особенно при эксплуатации в теплое время года, велик риск сам инвертор перегреть, а если он выйдет из строя, его замена будет удовольствием весьма небюджетным. Если к тому, что находится под капотом Prius'а, а именно бензиновому мотору и инвертору, вопросов по надежности по большому счету-то нет, то по части трансмиссии на 30-м Prius'е все обстоит еще лучше. Если мы углубимся в устройство трансмиссии Toyota Prius в 30-м кузове, то не обнаружим там никаких привычных нам по другим автомобилям вещей, никаких трущихся частей, никаких фрикционов, никаких цепей, ремней и так далее, никаких сцеплений, ничего этого там нет. В данном случае трансмиссия Prius'а по своей конструкции довольно простая и представляет собой, по большому счету, планетарный редуктор, то есть состоит чуть менее, чем полностью из шестерен. Несмотря на то, что компания Toyota именует данную трансмиссию вариатором, от вариатора в данном случае только сам принцип бесступенчатости передачи крутящего момента на колеса. В состав всей гибридной установки Prius'а, помимо высоковольтной батареи бензинового двигателя и инвертора, также входят два мотор-генератора. Если обрисовывать упрощенно и схематично, то крутящий момент на ведущие колеса у нас попадает, грубо говоря, с коронной шестерни планетарного редуктора. Эта шестерня является ведомой для бензинового двигателя и для электромотора номер один. Мотор-генератор один в данном случае работает не только в качестве собственного генератора, но и в качестве стартера для бензинового ДВС, запуская его тогда, когда компьютер сочтет это нужным. Также мотор-генератор один выполняет функцию подтормаживания в случае необходимости солнечной шестерни, таким образом изменяя крутящий момент от двигателя на ведущие колеса. Крутящий момент от бензинового двигателя Prius' будет использовать, например, при движении по трассе с постоянной равномерной высокой скоростью. Причем бензиновый двигатель в этом случае будет работать всегда на оптимальных оборотах, обеспечивая наибольшую топливную эффективность. В случае же движения на малых скоростях, либо в начале движения, Prius использует не бензиновый двигатель. Вся та же конструкция в данном случае приводится за счет мотор-генератора номер два, который по-другому можно назвать тяговым электродвигателем. Помимо, собственно, функции движения автомобиля, данный электродвигатель также, в случае использования функции рекуперации торможения, способен возвращать электроэнергию в батарею, способствуя ее зарядке. Ресурс трансмиссии Prius таким образом практически не ограничен. По большому счету, наверное, только сроком службы электродвигателей, поскольку поломать что-то в этой конструкции, состоящей практически целиком и полностью из шестерен, практически невозможно, кроме как физически. Сам производитель, кстати, заявляет, что масло в данную трансмиссию заливается один раз и на весь срок службы. Однако сервисный мануал, тем не менее, предписывает производить контроль уровня и состояние рабочей жидкости раз в 60 тысяч километров пробега. Если говорить о ресурсе самой высоковольтной батареи, также весьма важного компонента гибридной системы, то, по большому счету, говорить здесь нужно не о пробеге, а скорее о сроке эксплуатации этой самой батареи. По большому счету, в данном случае батарея работает не по циклу заряда-разряда 100-0, то есть, когда она садится до ноля и заряжается полностью, а скорее, где-то 40 на 80. Батарея на Prius'ах и по прошествии 10 лет способна исправно функционировать, имея нормальную остаточную емкость для того, чтобы вся система работала штатно. Да и кроме того, батарея эта наборная, состоит она из ячеек, и, соответственно, при выходе из строя каких-либо из ячеек их можно заменить и отдельно, не обязательно менять всю батарею в сборе. Тем не менее, при покупке Toyota Prius желательно обратиться в профильный гибридный сервис для оценки состояния самой батареи. Как бы то ни было, это может оказаться поводом для неплохого торка с продавцом. Ну и пока мы находимся в салоне этого замечательного автомобиля, конечно, скажем пару слов про то, ради чего, условно говоря, стоило городить весь этот огород с гибридной установкой. В данном случае преимущество Prius'а перед одноклассниками состоит в том, что при наличии достойной динамики, а 10 секунд с нуля до сотни для обычной гражданской вне спортивной машины это весьма неплохой показатель, а также вполне взрослых габаритных размеров Toyota Prius имеет очень и очень низкие показатели расхода топлива. Если говорить в среднем, то расход в городском цикле на данном автомобиле это около 6 литров на сотню. Если же соблюдать правильную манеру управления гибридом, то есть трогаться на электродвигателе и при включении в работу бензинового сразу же хорошим нажатием на педаль газа поднимать скорость до желаемой, а затем приотпускать педаль, стабилизируя машину на определенных оборотах, вы можете довести в неких идеальных условиях расход этой силовой установки до где-то 3-8-4 литра на сотню. В случае же езды по трассе расход будет в принципе 7-8 литров в зависимости от загрузки автомобиля и от выбранной скорости движения. Таким образом, помимо простоты конструкции и безотказности, топливная экономичность – это еще один аргумент в пользу данного автомобиля. Подвеска у 30-го Prius в меру жесткая. Автомобиль демонстрирует весьма неплохие повадки при езде, в том числе и по трассам. Машина стоит на дороге уверенно, без лишних раскачиваний и без лишних кренов. При этом ездовой комфорт присутствует. По конфигурации спереди это Макферсон, а сзади – балка. Конструктивная эта подвеска ничего сложного из себя не представляет, а по ресурсу компонентов даст фору многим. Кстати, о конструктиве. Передние шаровые опоры в данном случае вы можете поменять отдельно, не обязательно для этого менять весь нижний рычаг в сборе. Однако делать это вам придется не так уж и часто. По большому счету, все компоненты подвески Prius достаточно надежны, чтобы, будучи в оригинале, пройти за 200 тысяч километров. Даже передний стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае попросит вмешательства, но никак не раньше, чем, скажем, на 150 плюс-минус. Самый дорогой компонент любой ходовой части – рулевая рейка на Prius'ах – также особо не беспокоит, по крайней мере, до пробегов 150-200 тысяч километров. Кстати, источником стуков в рулевом Prius'е может быть и не рейка вовсе. Довольно часто проблема кроется в крестовинах рулевого вала, ну а зачастую достаточно даже не заниматься ремонтом этого узла, а, например, протянуть болты, которые собирают элементы рулевого вала в единое целое. Один из потенциальных виновников расположен под защитным пыльником, в месте, где рулевой вал входит в рейку. Добраться до него можно с ямы или, как в нашем случае, с подъемника. Что касается задней подвески, в данном случае у нас балка. Сталинблоки-балки здесь практически вечные, и вряд ли у кого-то когда-то выйдут из строя до пробега с космическими цифрами под 400-500 тысяч. Пружины и задние амортизаторы также не относятся на Prius'е к расходникам. Эти вещи также способны отработать свыше 200+. Единственный момент, на который стоит обратить внимание сзади, это на тормозные суппорта и на их работоспособность. Дело в том, что на ходу Prius чаще тормозит условно двигателем, используя энергию рекуперации, и рабочие тормоза включаются в работу не так часто и не так постоянно, как на обычных бензиновых автомобилях. Соответственно, за суппортами нужен уход. В противном случае великий риск того, что придется экстренно перебирать суппорт вследствие закисания направляющих. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про 30-й Prius? По большому счету, этот автомобиль, как таковой, не имеет противопоказаний к покупке. В данном случае в активе у нас кузов, который неплохо сопротивляется коррозии, и в этом отношении не подкидывает малоприятных сюрпризов. Здесь хороший надежный двигатель. Да, с вероятностью подливать масло после определенного пробега, но без каких-либо сопутствующих этому проблем. Здесь абсолютно безотказная, практически вечная трансмиссия, поломать которую можно только специально. И ходовая часть, ресурс компонентов которой позволяет достаточно редко обращаться в магазины автозапчастей. Однако есть категория людей, которым мы бы не советовали приобретать Toyota Prius, как и любой другой полный гибрид. Дело в том, что если вы пользуетесь автомобилем крайне редко, и машина у вас имеет свойство простаивать по две и более недели, то такой режим эксплуатации запросто приведет к деградации батареи, поскольку после полного саморазряда батарейка вашего Prius вполне может запроситься на замену. Старинная мудрость о том, что механизм или автомобиль должен работать, должен ездить, чтобы быть в исправном состоянии, применительно к Toyota Prius правдиво вдвойне. На сегодня это всё. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну, а если у вас есть или был Prius в 30-м кузове, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, указывайте в комментариях, ведь людям, которые ищут себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.